В конце лета из всего многообразия поспевших овощей, ягод и фруктов Ксения Яранова предпочитает дыню. Почти каждый день девушка ходит на рынок, чтобы порадовать свою семью сладким десертом. Из двух самых распространенных сортов она неизменно выбирает торпеда. Ну, она сладкая, нежная, мало косточек, тонкая кожа. Некоторые считают дыню фруктом, другие говорят, что раз она относится к бахчевым культурам из семейства тыквенных, и у нее один род с огурцом, то это все-таки овощ. Дыня содержит в себе множество полезных веществ – фолиевую кислоту, витамин С, кремний, бета-каротин и магний. Также в ней есть железо. Его количество больше, чем в рыбе и молоке. Но из-за такого богатого содержания полезных веществ дыня трудно переваривается желудочно-кишечным трактом. Это овощи того семейства, которые не следует употреблять в первую очередь по окончании приема пищи. Ну и также, в принципе, с приемом каких-либо других продуктов питания. Это лучше сделать себе, лучше употреблять отдельно приемы пищевых и овощей. Татьяна Шашкова продает фрукты и овощи уже не первый год. Всегда помогает покупателям выбрать ту самую – желтую и сладкую. Женщина рассказывает главный секрет в выборе правильной дыни – медовый аромат. По словам Татьяны, сорта торпеда и колхозница отличаются друг от друга не только формой, цветом, но и вкусом, ароматом, мякотью. У первого сорта мякоть жесткая и зеленая. У другого ярко выражен аромат и вкус. Мякоть белого цвета и более сладкая. Дыни вообще полезны сам по себе, арбуз. Они сейчас тем более сезонные, сладкие, вкусные. Все люди берут. В сезон бахчевых с особой внимательностью стоит подходить к выбору места их покупки. Открытые палатки, расположенные возле оживленных дорог, слабо защищают от пыли и газов сладкие плоды. Накопленные в корке соли тяжелых металлов могут вызвать аллергическую реакцию или интоксикацию. Виктория Шарая, Никита Колосов, Максим Гусев. События.